Одни неравнодушные воронежцы предотвратили правонарушения, другие смогли все это снять. Активисты общественного движения «Дорожный контроль» стали свидетелями того, как у водителя «Волги» его попутчики вдруг начали отбирать ключи от автомобиля. Это случилось в районе керамического завода, когда общественники, как всегда с камерой в руках, вышли в очередной рейд по Воронежским дорогам. Внимание общественников привлекла криво припаркованная «Волга». Патруль подошел к машине. Ребят, что, помощь никакая не нужна? Ничего, нормально? Внятного атлета дорожные контролеры не получают ни от двоих пассажиров, ни от водителя. Чтобы проверить свои догадки, активисты решают проследить за странным экипажем. Как потом оказалось, не зря. Машина то заводится, то глохнет, на дороге выписывает странные маневры. Вот так у нас народ катается, да? Но вот «Волга» останавливается, и по всему видно, что разгорается конфликт. Граждане пассажиры покинули автомобиль, и спустя какое-то время они опять присоединились к этому гражданину. Мы подумали, что, на самом деле, отбирая ключи водителя, они хотели помочь самому другу, чтобы тот не ехал просто-напросто. И у них завязалась какая-то потасовка. Случайные прохожие кидаются на помощь водителю, а спустя некоторое время и вовсе начинают избивать его пассажиров. Что случилось? Нападение. 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 Обоим удается скрыться, но на место ЧП вызвана полиция, и минут через 40 начинается поиск предполагаемых злоумышленников. Впрочем, долго искать даже не пришлось. Молодые люди сами пришли в руки полиции. Стражи порядка выяснили. Оба жители Луганской области. Автор всего этого видео – Вадим Серов. Год назад вместе с товарищем он организовал общественное движение «Дорожный контроль». Сейчас в нем 10 активистов и еще около 1800 единомышленников. Мы выходим в рейд тогда, когда позволяет время. Наша основная задача – контроль деятельности сотрудников ДПС. То есть мы смотрим, насколько эффективно они работают, законность процедур. Не раз доводилось помогать и самим полицейским. В случае с «Волгой», правда, водитель не стал составлять заявление. Возможно, потому, что в ближайшее время вряд ли попадет в подобную ситуацию. Мужчина, скорее всего, лишится прав. Медицинское свидетельствование подтвердило – он был изрядно пьян. Ксения Солдатова, Максим Ребров, Новости 24. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok